Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. В горах минус 2, плюс 3. Днем плюс 19-24 тепла. И местами до плюс 16. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем плюс 21-23 тепла. На 2023 год приходится юбилей нескольких подразделений стражей правопорядка нашей страны. Так, в столетии отмечают патрульная служба и участковые полномочные. О значимости работы последних в сюжете корреспондента Артура Мхцы. Нужны ли населенному пункту участковые сотрудники полиции? Представим ситуацию. В жилой многоэтажке что-то между собой не поделили соседи. Или ушедший из дома член семьи не отвечает на звонки родных. Люди звонят стражам порядка. При наличии опорного пункта полиции участковый в считанные минуты будет на месте. Сможет получить исчерпывающую информацию о случившемся. При необходимости вызовет экспертов того или иного отдела. Вовсе не обязательно тут же отправлять оперативно-следственную бригаду. Которая вполне возможно пригодится для раскрытия иного, более серьезного происшествия. Я не думаю, что без участкового что-то обошлось бы. Я не думаю об этом. Он нужен в работе. А как по-другому? Даже представление не могу иметь в моем возрасте, чтобы не было порядка. Однозначно участковый нужен. Если уполномоченный участковый будет решать проблемы людей, то это намного облегчит жизнь наших жителей. Мухтар Каркмазов трудится в органах правопорядка около 15 лет. Пять из них участковым. Имея широкий спектр обязанностей от рассмотрения жалоб от населения до составления административных протоколов, а также выявления и раскрытия преступлений. Большинство мероприятий, проходящих на обслуживаемой территории, не обходится без работающего на земле полицейского. Необходимо проехать по адресу о том, что женщина попала в ситуацию, где ее супруг закрыл ее, и она не может выйти на ключ. Когда дверь к квартиру открылась, оказалось, что заявительница находится под воздействием алкоголя. Кроме того, там же была полуторагодовалая дочь. Так как родители вели асоциальный образ жизни, ребенка спустя некоторое время изъяли из семьи. В работе участкового немало, так сказать, кастрюльных дел. Впрочем, самое главное, считает Мухтар Каркмазов, уметь находить с людьми общий язык, независимо от обстоятельств. Чтобы хорошо выполнять свою работу, участковый полномочий должен быть подкованным, юридически подкованным, должен знать знание закона, необходимое, и должен быть тонким психологом. Появилась информация о том, что в городе могут работать мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции. Задача участкового – рассказать о том, как вести себя во время подобных случаев, куда обращаться, если собеседник вызывает подозрения. Совместно с представителем Республиканского общественного совета МВД Страж порядка обходит территорию и вручает информационные буклеты, попутно интересуясь другими проблемными для горожан вопросами. Участковые на протяжении вот уже сотни лет являются для населения самыми близкими для них странами. Стражами порядка, которые готовы прийти на помощь по первому их звонку или обращению. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного дня и до встречи в эфире.